Работать на опережение, не допускать никаких проявлений экстремизма, привести в порядок миграционное законодательство. Эти темы были главными на заседании Совета Безопасности, которое провел президент Владимир Путин. Как укрепить гражданский иммунитет к цветным революциям и радикальным идеям, чтобы все люди понимали, бунт, осада, зданий, погромы и поджоги – это путь в никуда. Борьба с экстремизмом ни в коем случае не ограничивает конституционные права и свободы граждан. Как заявил президент, все вправе предлагать свое решение, объединяться в партии и, участвуя в выборах, бороться за власть. Главное, чтобы это было исключительно в рамках закона. Противодействие экстремизму не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, демократическая страна, и ее граждане вправе иметь свое мнение и высказывать это мнение. Вправе быть в оппозиции к власти. Более того, без такого состояния общества власть никогда не будет эффективной. Отстаивая свободу выбора, собраний, шествий, митингов, необходимо знать и понимать, что разжигание конфликтов между людьми разных национальностей и верований, пропаганда националистической идеологии, массовые нарушения общественного порядка на этой почве, призывы к насильственному, тем более свяжению существующего строя, это прямое проявление антинародного мышления. Это прямое проявление экстремизма. И о разрушительных последствиях таких действий нужно помнить. Никто не должен об этом забывать. Должны помнить лидеры и руководители общественных движений. Проект стратегии противодействия экстремизму подготовлен по поручению президента. Как заявил Владимир Путин, необходимо извлечь уроки из событий в соседних странах. В современном мире экстремизм используется как инструмент геополитики и передела сферы влияния очень часто. Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций. Какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, ломового внешнего вмешательства в их жизнь. Для нас это урок и предупреждение. И мы обязаны сделать все необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России. Для многонациональной России распространение экстремистских идей может иметь тяжелые и даже необратимые последствия. Путин призвал глубоко и настойчиво заниматься профилактикой экстремизма, искоренять даже предпосылки для его появления, в общем, действовать на опережение. Особое внимание работе с молодежью. Именно в молодежной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих последователей, вести свою пропаганду, прежде всего через мировую сеть интернета. Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве, причем набирает, буквально выстреливая в реальную жизнь. Общество обоснованно встревожено такими негативными тенденциями. Очевидно, что и в этих вопросах профилактика выходит на первый план. Другое важное направление – межнациональные и межрелигиозные отношения. Частым поводом для массового недовольства граждан становятся преступления, совершенные мигрантами. Президент поставил задачу совершенствования миграционной политики. Здесь все еще немало проблем, связанных с незаконной, неконтролируемой миграцией. Известно, что это питательная среда для преступности, для возникновения межэтнической напряженности и проявления экстремизма. Необходимо усилить контроль за выполнением правил пребывания мигрантов в России. На деле заниматься их социальной и культурной адаптацией, защитой трудовых и других прав. На заседании Совбеза говорили и о ситуации в мире, в частности о теракте, который два дня назад потряс Израиль. Жизнь преподносит нам все новые и новые уроки, вроде бы и уже и далекие от наших границ, но мы должны иметь это в виду. Последнее кровавое преступление в Иерусалиме, где намалящихся людей напали с топором, ну это просто уже, знаете, какая-то запредельная ситуация. Мы, зная обо всем этом, понимая опасность проявления подобного рода, анализируя причины того, что произошло, должны своевременно принять решения, которые уберегли бы нашу страну от вещей подобного рода. В результате проект стратегии, рассчитанный на длительную перспективу, одобрен. Межведомственную комиссию, которая будет заниматься координацией противодействия экстремизму, возглавит министр внутренних дел. Одно из нововведений, это то, что субъектами противодействия экстремизма являются не только федеральные органы, не только органы федерального, регионального, муниципального уровня, но и институты гражданского общества, и физические лица. Это очень большое зло, и с этим злом нужно бороться, сообща всем обществом. Мы не планируем, значит, работать в одиночестве, так как экстремизм распространен во всем мире. Будет проведена работа по нашей координации деятельности с нашими зарубежными партнерами. И будут подписываться соответствующие соглашения. Кроме того, для предупреждения экстремистских проявлений решено создать государственную систему мониторинга информационного поля. Одной из важнейших задач Путин назвал создание обстановки общественного неприятия и укрепления гражданского иммунитета к экстремистским радикальным идеям. Для достижения этой цели надо объединить усилия государства и общества. Дмитрий Кочетков, Павел Рудаков, Первый канал.